Продолжение следует... Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. Я уже показывал этот момент на распаковке. Есть вот такая вот зарядка, переходничок, гарнитура, не вакуумная и стандартный USB кабель. Сам телефон внешне мне очень нравится. У меня в руках вариант с белой задней крышкой. Есть эта же модель с темно-синей крышкой. То есть, ну, кому что нравится. По корпусу, что я могу сразу же сказать. Внешне мне модель нравится. Мне нравится вот это вот утолщение камеры с этой стороны. То есть, оно смотрится, как по мне, довольно-таки солидно и интересно. И свидетельствует о том, что камера здесь хорошего уровня. Спереди экран защищает стекло. Стекло закаленное, не царапается. Эта пленка у меня сверху наклеена. Три сенсорных кнопки назад, домой, меню. Сверху у нас камера, динамик, датчик приближения, датчик освещения. С этого бока качелька громкости, разъем под зарядку microUSB. И сверху второй микрофон, разъем под наушники, кнопка включения-выключения. С этого бока нету ничего. Тут еще один микрофон, выемка для открытия крышки. Собственно, сзади 8-мегапиксельная камера с вспышкой, с автофокусом. Логотип ZTE, такой еле заметный. И решетка под динамик. Сама крышка матовая, отпечатки пальцев практически не остаются. А если остаются, то очень классно вытираются. То есть, здесь никаких проблем нет. Отпечатки пальцев остаются вот на вот этом вот стеклышке. Ну, опять же, протирается все хорошо. Крышка открывается довольно-таки легко. Под крышкой у нас хороший емкий аккумулятор на 2500 мАч, разъем под microSD карточку и две стандартных больших симки. Аккумулятор, чтобы вам подтвердить, вот он, 2500 мАч. Пару слов о корпусе. Как только эту модель получили, как только я ее взял в руки, все довольно-таки классно было, все мне нравилось. Да и сейчас мне, в принципе, все нравится. Но чем больше я начинал пользоваться этим смартфоном, а пользоваться я ним сейчас, пользуюсь я ним сейчас, ну, где-то третий-четвертый день. И то это пользование такое, что я его там тестирую, то у меня лежит, гоняется аккумулятор, то я камеру тестирую. То есть я его не таскаю в карманах, я с ним не хожу практически толком. И вот, что я заметил. То есть корпус очень такой шаткий. Если его брать вот эти наперегибы, он довольно-таки хрупким кажется, он потрескивает, трещит. Как бы нету никаких здесь нигде люфтов, но откровенно вот эти вот трески есть. Далее, по поводу вот этого вот удобства, вот этих вот сенсорных кнопок. Я пользуюсь, как вы все уже, наверное, знаете, GU-G2. Кнопка назад у меня здесь. С чем я столкнулся, когда я тестил этот модель? Допустим, просто держишь этот смартфон в руках, вот этой вот правой рукой, как я обычно, я правша, и что-то там клацаешь. То есть я держу смартфон, в принципе, вот так вот. То есть мне так удобно, я его могу накинуть, там, что, как делать. Большим пальцем я, в принципе, могу дотянуться везде. Но, допустим, я куда-то зашел, и мне нужно вернуться назад. На GU-G2 я брал и спокойно себе нажимал вот эту кнопку, но чтобы здесь мне добраться вот до этой, то это довольно-таки неудобно. То есть так я что-то там клацаю, что-то там вот так вот клацается, и тут я могу нажать назад, назад, назад. Тут же мне нужно, ну, как бы довольно-таки неудобно по сравнению с расположением вот в этой стороне. Это мое мнение. Как всегда, начинаю свой обзор с технических характеристик данного девайса. Напоминаю всем, что модель называется ZTE V987. Имеет она 5-дюймовый дисплей, разрешение HD. В Antutu набирает эта модель 12973. Стандартный показатель для этого процессора и для этого разрешения. Процессор MTK6589, нетурбированный, частота процессора 1.2, разрешение экрана 1280 на 720, 8-мегапиксельная основная камера, гиг-оперативки, 4 встроенных, стоит у меня карточка на 16. Сразу же скажу, что с картой памяти работает телефон отлично. Все тяжелые игры, весь кэш ставится на эту карту памяти без проблем. Фронтальная камера у нас 1.2 мегапикселя. Видим, что у нас LED-вспышка, датчик CMOS. То есть, это довольно-таки хорошая оптика, матрица IPS. Какие же у нас есть датчики в этой модели? Давайте смотреть через программку Z-Device Test. Из датчиков у нас тут все стандартно. Хороший GPS, Wi-Fi, Bluetooth, датчик приближения, датчик освещения, акселерометр. В принципе, достойного уровня вспышка здесь. Потом покажу чуть позже, как фотографируют в кромежной темноте. Никакого гироскопа, здесь ничего этого нет. Еще, вот как бы не по теме. Снимал обзор Huawei Honor 3. Был один умник в комментариях. Если он видит это видео, он все поймет. Ну, парень, если ты мне показываешь ссылку на официальный сайт Huawei Honor 3, и там тебе пишут, что вот есть у него гироскоп. Естественно, многие сайты будут на своих сайтах, на своих страничках заливать именно эту информацию, что есть гироскоп. Но я вам показал в программе. Программа, которая показывает все эти данные. Если здесь гироскопа нету, значит его нету. И то, что пишут на официальных сайтах, но потом будет следовать фраза вам, что производитель изменил характеристики устройства, или комплектацию, или что-то еще, без нашего ведома. И ничего вы никому не докажете. Идем дальше. Тестировал эту модель через программку Antutu Tester. Количество точек касания здесь их 10. В принципе, хороший, нормальный, стандартный показатель. По поводу экрана. Экран здесь шикарный, об этом чуть позже. Но скажу вот в данном случае, что никаких битых пикселей, ни одного я здесь не нашел. Мне это не удалось. Прошивка, в принципе, скачана с формы 4PDA форум. Прошивка 4.2 Android. Но вот как я уже держу второй свой ZTE в руках. И, скажем так, пришел к такому выводу, что у ZTE, у любого устройства, есть какие-то свои баги в прошивках и какие-то недоработки. Во-первых, вот эта недоработка, то, что сейчас у нас должен быть статус бар еще кнопочка вот такая вот. И сама кнопка очистки истории, вот она практически не видна. То есть, она должна быть здесь, по-нормальному. Статус бар выдвигается двумя пальцами. Тут все стандартно, все довольно-таки удобно. Но немножко сдвинута вот эта вот вся анимация. Сама прошивка работает идеально. Ничего нигде не тупит, не глючит. Все на русском языке, полноценно. Все круто, все классно. А тут без нареканий мне все нравится. Опять же, по поводу прошивки, когда ставишь наушники в этот смартфон, то никакой реакции вот здесь вот сверху, вот в этой менюшке смартфон никакой реакции не показывает. То есть, да, звук идет через наушники, сам смартфон не играет. По функциям все отлично, но прошивка сама этого не показывает. Опять же, есть никому не нужная вот этот вот TrueMedia, который похабно выдает этот звук, он его просто губит. То есть, выключаете, удаляете эту программу и слушаете, наслаждаетесь музыкой без этих программ. Есть хорошая программа в этой модели Gravity Box. Тут очень много всего интересного. Тут можно настройки сделать. Ну вот все-все-все настройки. Настройки статус-бара, питания, экрана, телефона, мультимедии, мелодии различные, зайти в инженерное меню. То есть, это очень такая интересная настройка. Не во всех смартфонах есть такое. То есть, тут можно просто посидеть, настроить, сделать вам все, что нужно, как вы хотите и тому подобное. В принципе, по прошивке больше таких нареканий нет. Я чуть позже расскажу основные баги этой модели. В принципе, идем дальше. Что касается производительности этого смартфона. Как я уже говорил, МТК 6589, частота 1.2, 4 ядра и разрешение экрана 1280 на 720. Что нам это дает? Во-первых, нам это дает легкое воспроизведение любых форматов фильмов. Тем более, модель довольно-таки дорогого класса, высокого класса. Цена не низкая. Звук смартфона хороший. Звук также хорош и в наушниках. Никаких проблем с этим нет. Также у нас запускается без проблем Full HD видео. Не тупит, не глючит. Звук есть. Тоже все хорошо и все классно. Про память я уже говорил в этой модели, что она работает нормально. Много дифферамбов раздают экрану этой модели. Здесь IPS матрица. Действительно, экран очень классный. Запас яркости также на уровне. Автонастройка яркости также работает отлично. Мне здесь все понравилось. Вы сами видите, насколько яркий экран, насколько такие цвета интересные, живые. Давайте посмотрим картинки, которые у меня есть. Во-первых, вот эта вот картинка, чтобы проверить углы обзора. Сейчас я выключу автоповорот. Вот эта картинка. Насколько я понимаю, что здесь технология выполнения экрана и тача не OGS. То есть тачскрин и дисплей это разные составные части. Но тем не менее, экран очень хорош. И углы при обзоре вы сами видите какие. Также, если говорить о простых картинках. Автоповорот, автоповорот. Вот он. Еще раз заходим в картинки. Картинки все живые. Мне цветопередача очень нравится. Приятно смотреть на такой экран. По поводу черной картинки. Вот вам пример, что матрица не пересвечена, как мне кажется. Черный цвет, он более такой темный, нежели, например, в GAU-G4, в GAU-G5. Сами цвета насыщенные, хорошие, реалистичные. Мне цвета нравятся. Хотите критиковать мое мнение? Критикуйте. Что касается современных игр. Я вам всегда демонстрирую Asphalt 8, Modern Combat 4, GTA и тому подобные игрушки. В этот раз все то же самое. На данный момент это одни из самых интересных игр. Поэтому давайте смотреть, как они запускаются. Заходим в настройки. Покажу вам, что с настройками. Здесь стоят максимальные настройки, высокие. И давайте смотреть, как игрушка будет играть непосредственно. Покажу вам, что с настройками будет играть. В общем, немножко подкупливаем. Так, игрушка Dead Trigger 2. Детализация графики высокая. И давайте запускать, смотреть, играть. Пока будет запускаться уровень, в общем, рассказываю. Очень неприятный момент во всех ZTE, насколько я понял. Или, может быть, это нужна прошивка. В общем, я тестировал модель ZTE V967S. Вот эта модель V987. И в той, и в этой модели один глюк. Во время игры, во время стрелялки, мне нужно управлять двумя тапами. Тапами, то есть, двумя пальцами. Когда я, допустим, бегу, я нажимаю и бегу вперед. Как только я пару раз классно вот этим вот пальцем, там, нацелюсь или что-то еще сделаю, у меня этот тап как будто отпускается. И просто вот герой в игре, он перестает бежать туда, куда ему нужно. При этом в тестерах тест-скрина, мульти-тача, смартфон ведет себя великолепно, отлично. Просто вот какая-то глупая несовместимость с стрелялками. Dead Trigger 2, Modern Combat 4. То есть, вот смотрите. Вот видели? Я бегу, уже нажал. Только мне стоит пару раз класснуть. Вот, то есть, играть нужно вот как-то так. То есть, вообще не отрывает. Что-то вот такое вот делать, не знаю. Это очень неудобно, и я считаю, что это действительно проблема. Сама игрушка не тупит, в принципе, можно играть легко. Поэтому, возможно, это нужна какая-то более последняя прошивка. Мы так особо не парились с этим. Поставили первую попавшуюся, можно сказать, первую попавшуюся с нормальным русским языком, с нормальной вообще работой. Ну вот, и в том, и в том же ТЕ была вот эта вот проблема. Идем дальше. Естественно, я тестировал в смартфоне аккумулятор. Он здесь на 2500 мАч. Это вот тот момент, который мне очень нравится в этом смартфоне. Что как вообще ведет себя аккумулятор, как он работает. Я протестировал его по максимуму. Давайте смотреть. Во-первых, Antutu тестер у меня показал 752 балла. Это очень хороший результат. То есть, ну это действительно хороший результат. Далее я тестировал эту модель при воспроизведении видео со 100% до 2%. У меня на максимальной яркости, даже в программе, я всегда повторяю это, там даже в программе проигрывателя можно выставлять максимальную яркость, у меня выдало 6 часов 17 минут. Я считаю, что это шикарный показатель. То есть, при 30-40% яркости смартфон будет работать 7 часов. Я думаю, легко. И далее я тестировал этот смартфон. При максимальной нагрузке это была Epic Cetadale со 100% до 3. У меня он выдал практически 4 часа, 3 часа 50 минут. Опять же, это максимальная яркость. По работе аккумулятора вы можете видеть, что аккумулятор хороший. Нету никаких толковых таких скачков. То есть, ну в конце вот небольшой скачок есть. Но в принципе, я думаю, на работу в целом этот нюанс не скажется. Также обязательно тестировал GPS. Тестировал в домашних условиях. Тестировал я его и на улице, в маршрутке ехал, тестировал. В общем, по GPS-у все супер. Спутников ловит много, ловит быстро, ловит хорошо. И сразу же обозначает точку на карте. Нареканий нет никаких. Особого внимания заслуживает в модели ZTE V987 камера. Конечно же, камера. Слышал много, опять же, хороших слов о том, что камера в этом смартфоне шикарная. В принципе, я должен с этим согласиться. Смотрите, я тестировал эту модель. Снимал видео. Видео снимает в формате Full HD. Сразу же показываю вам. Сейчас быстренько найду. Видео снимал при хорошем освещении. Был поражен тем, что помимо того, что качество самого видео очень высокое, так еще и Zoom работает отлично с шикарной детализацией. Вот такое вот видео. Я обязательно это видео выложу рядышком с соседним видео. Вот приближение максимальное. И вы видите, что все читаемо. Все детали там на плакатах, на этих все распознается. Это очень классно. Идет небольшой снежок у нас. Зима уже как бы началась. Ну, камера действительно мне очень понравилась. Обязательно выложу это видео. Далее момент со съемкой в полной темноте. Это в комнате у себя фотографировал. Вечером уже. В общем, вспышка светит нормально. Вот такого формата получаются фотографии. Это полная темнота. И тут еще даже видна какая-то информация. Вот пачка семечек у меня стояла там. Далее. Я фотографировал этим смартфоном. Макросъемку делал при плохом освещении. Не сильно мне понравился результат. Был немножко разочарован. Но потом я взял хорошее освещение и положил вот листик бумаги с текстом. Там все шикарно, все читаемо, все четко и не размыто. То есть, тут супер все было. Потом я взял банкноту, начал. Это было с приближением. Ну вот, банкнота 200 гривен. Вот эти все детали. Это все видно шикарно. Макросъемка мне тоже понравилась. Тоже я ничего не могу про макросъемку сказать плохого. И тестировал я просто, фотографировал, скажем так, вдаль. В магазине у нас стоит вот такая вот вывеска. Тоже освещение было хорошее. Я сижу за столом. Ну и, наверное, сколько метров? 10-15 это было. Вот стоит вывеска вот такая вот. И, опять же, я сфотографировал. И все абсолютно читаемо. Все довольно четко и хорошо сфотографировал. Камера я полностью доволен в этом смартфоне. Не зря говорили хорошие слова про эту модель. Мне все понравилось. Фотки, видео выложу. Посмотрите вживую, как оно есть на самом деле. Отдельно скажу, что Wi-Fi в этой модели шикарный. Ловил я на одну-две палочки, наверное, метров с двадцати. Не вру, абсолютно сидел в машине возле офиса. Стены, деревья, все дела. Скачивалось у меня обновление какое-то на какую-то игру. Далее. Работает, поддерживает эта модель OTG-функции. То есть, можно подключить флешку, мышку, клавиатуру. Тут тоже все мне понравилось. Вопросов по громкости и динамика при разговоре тоже у меня не возникло. Тут все тоже на самом высоком уровне. Смотрите, буду подводить итог. Как только получил эту модель, я читал много до того, как мы заказывали этот смартфон человеку. Много хорошего про этот смартфон писали. Смотрите, что скажу. Цена этого смартфона мы купили на PANDE, его 226 долларов. Довольно-таки высокая цена. Я думаю, что у нашего поставщика эта модель дешевле, но, скорее всего, он ими не занимается. Но не суть. Цена довольно-таки высокая. Модель однозначно хорошая. Хорошая камера. Хороший шикарный экран. Корпус внешний. Мне очень нравится, импонирует. Но сборка меня огорчила. Вот этих вот скрипов, вот этих вот тресков не должно быть в смартфоне за такие деньги. В смартфоне за такие деньги. Также прошивка. Но прошивка это такое дело, что если нужно, человек, который с руками, человек, который купил этот смартфон, он разберется, он перепробует все прошивки на форуме. И, я думаю, исправит этот баг с вот этими вот менюшками, с наушниками, с тачем. И в играх можно будет тоже отлично все использовать. Смотрите, что я скажу. Что можно купить за эти же деньги? Давайте разберемся. За эти же деньги можно купить iOcean X7+. Ссылочку разместим. Посмотрите обзор. Чем iOcean выигрывает? Во-первых, матрица экрана там ни в коем случае не проигрывает. Там IPS шикарная матрица. Выполнен экран по OGS технологии. Тач плюс дисплей одно целое. Экран очень высоко поднят. Изображение как будто вот, 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 как будто касаешься этого изображения. Поэтому абсолютно матрица не хуже. Далее камера. Камера там тоже довольно-таки высокого уровня. Очень достойная. Аккумулятор. Там аккумулятор слабее, но, опять же, можно опционально докупить к iOcean X7. Тот же аккумулятор на 3000 мАч. Я не тестировал, как он будет себя вести. Но я думаю, что по результатам будет не хуже, чем эта модель. Турбированный процессор. 1 гиг оперативки. Такой же самый. Тут 4, там 16 гиг встроенной. То есть, по техническим характеристикам, за эти же деньги можно купить модель лучше. Но, насколько мне известно, по качеству, по надежности ZTE приравнивается сейчас к моделям Lenovo. По опыту Lenovo скажу, что Lenovo это самые надежные аппараты. По ZTE тоже я на форумах не видел каких-то негативных отзывов о том, что вот якобы купил, там то не работает, экран сдох. Там камера паршивая, что-то еще там. Ну, в общем, ZTE это модель очень высокого класса, очень высокой надежности. Модель однозначно заслуживает своих покупателей, что ее покупают. Но, как по мне, цена немножко дороговата. Если я тестировал модель ZTE V967S, и там цена была практически в два раза ниже, 136 долларов, то там какие-то оплошности с камерой, какие-то оплошности с экраном, там можно прощать, потому что аналогов на рынке просто нету за эти деньги. Никакие Lenovo A820, которые стоят примерно так же, они не сравнятся. Эта модель дорогая, хорошая, корпус мне не понравился, прошивка сыровата, но прошивка это, опять же, повторюсь, можно прошиваться другими. Поэтому все, что узнал, все, что узнал, разузнал про эту модель, рассказал вам. Еще, кстати, чуть не забыл. Вот этот вот баг, вот когда телефон выключен, я его сейчас заблокировал, допустим, положил я его в карман. Если много раз как-то крутить его смартфон в руках, много раз клацать вот эту вот качельку громкости, смартфон почему-то разблокируется. При этом он может разблокироваться как с одного нажатия продолжительного, вот как сейчас, так и не реагировать на продолжительные нажатия, вот как сейчас. То есть хаотично, непонятно из-за чего, что ему вызывает. То есть, ну это такой тоже баг, не знаю, с чем это связано, но не думаю, что это что-то катастрофическое. В принципе, по обзору все, спасибо, кто смотрел. Друзья, хотел еще добавить несколько слов про наш канал, про наш интернет-магазин. Записываю обзор я сегодня 6-12. Скорее всего, обзор будет выложен на наш канал, наверное, понедельник, вторник, наверное, числах в десятых. Очень долго происходит монтаж, все вот эти вот дела. Сейчас, сегодня 4970, что ли, человек, подписчиков на нашем канале. Я хотел вас всех очень сильно поблагодарить. Спасибо вам большое, что вы смотрите мои обзоры. Спасибо большое, что вы комментируете, что вы пишете какую-то критику. Я как бы благодарю вас и за обоснованную критику, и за необоснованную критику, за негатив благодарю. Я к многим просьбам, к многим пожеланиям очень прислушиваюсь, стараюсь исправляться, как могу. Поэтому спасибо вам большое. Без вас бы ничего не получилось. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Кому не нравится, пишите комментарии, задавайте вопросы. Будем по возможности вам всем отвечать. Не забывайте интернет-магазин antilife.com.ua Для вас сделаем самые низкие цены. Если у кого-то ниже, будем делать еще ниже. Это не проблема. На этом все. Спасибо. Всего доброго.